Вопросы капитального ремонта многоквартирных домов обсудили на совещании в окружной администрации. За 9 лет у нас отремонтировано 705 домов. Где-то был проведен комплексный ремонт, где-то ремонтировали только кровлю, меняли лифты, инженерные системы, делали фасады. В большинстве случаев результаты позитивные, но бывает и срыв сроков, некачественно проведенные работы, которые не принимаются комиссией и не оплачиваются подрядчику. Особое внимание уделяем военным городкам. Там самый изношенный жилой фонд. Я говорю и про Кубенко, и Фоньково, и Новый городок. Капитальный ремонт домов – важная часть в изменении военных городков. И каждый год шаг за шагом администрация муниципалитета работает в этом направлении. Программа капитального ремонта в Подмосковье была сформирована в 2014 году и спланирована до 2049 года. На сегодняшний день она охватывает 44 тысячи домов. Из них почти две тысячи находятся на территории Одинцовского округа. За время реализации программы в области отремонтировано более 15 тысяч домов. Из них 705 на территории нашего муниципалитета. Это самая масштабная программа в стране. И на сегодняшний день региональный фонд капитального ремонта является лидером Российской Федерации по капремонту многоквартирных домов. На сегодняшний день замена лифтов – это приоритет с начала программы. Так как лифт – это объект, которым, во-первых, пользуется каждый день, во-вторых, это объект, который создает необходимый комфорт, но в то же время является объектом, который несет опасность в случае неправильной эксплуатации. Все лифты старше 25 лет в округе уже заменены. Сейчас идут работы по замене тех, что эксплуатируется больше 20 лет. Если же срок службы лифта еще не вышел, но он неисправен, здесь есть два пути решения проблемы. Первый путь, по которому мы сейчас, вот как раз я говорил, что меняем лифты 20 лет, это путь, когда жители обращаются в администрацию, и администрация с данным обращением идет в фонд капремонта. Фонд капремонта включает данные мероприятия в свою программу при условии предоставления софинансирования со стороны администрации. На сегодняшний день это 5% от стоимости замены лифтов. Второй путь, это жильцы проводят ОСС, и на ОСС принимается также решение о софинансировании из средств жильцов. Также лифт каждый год подвергается экспертизе. Если экспертная организация укажет, что лифт требует замены, то это тоже повод для постановки его в программу вне очереди. После такого заключения лифт выводят из эксплуатации, его нельзя использовать до замены. Стоит отметить, что после введения санкций фонд капремонта использует только российские комплектующие. В Московской области есть два завода, которые производят лифты, и их мощность полностью покрывает потребность капитального фонда капитального ремонта, а также даже покрывает ее с запасом. Работы по капремонту частично сократили в период пандемии, а в 2021 году сказался рост стоимости на строительные материалы. На сегодняшний день выполнено 50% приостановленных работ, а к концу года большинство из них должны быть завершены. С 2023 по 2025 год начнется новая программа, которая сейчас находится на утверждении в правительстве Московской области. Планируется, что она будет утверждена в конце декабря. В проект включено 232 многоквартирных дома. Дом, который попадает в программу и попадает в работу, размещает информационные таблички. То есть на них написано, кто подрядчик, на них написаны виды работы, написаны сроки проведения работ, плюс контакты ответственного лица на данном доме. Какие адреса будут включены в очередь на ремонт, жители смогут узнать в окружном управлении ЖКХ и теруправлениях, а также из официальных пабликов и СМИ. У нас должно быть такое пятистороннее взаимодействие – фонд, администрация, ассоциация, жильцы и управляющие компании. В такой слаженной команде мы должны двигаться по программе капремонта. Ольга Дмитриева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».